В лаборатории со всеми его заявлениями хотел бы уточнить еще один момент, очень немаловажный, который пока здесь не упоминался, о роли в том числе и Крымстарского народа, и наших лидеров Мустафы Джимилева, Рафата Чубарова, которые, вот я зачитаю заявление с 7-летней давности, где Мустафа Ага, председатель Межлиста, на тот момент считает, что подписание Харьковских соглашений, продление аренды Севастополя вредит интересам Украины, интересам Крымстарского народа. Давать согласие на пребывание флота страны, которая имеет территориальные претензии, когда есть такие значительные силы, которые добиваются отторжения Крыма, по меньшей мере неразумно. Во-вторых, это не в интересах стабильности на территории полуострова, потому что пребывание Черноморского флота вдохновляет сепаратистские силы. «Россияне открыто говорят, пока Черноморский флот есть, Украина нам ничего не сделает, и мы будем делать то, что хотим». Это сказал Мустафа Ага Джимилев в интервью изданию еще в 2011, в концу 2010 года. Дальше Мустафа Ага говорит, что мы сделали резкое заявление, что это измена национальным интересам Украины, что нужно денонсировать это соглашение. Конечно, мы понимаем, что экономика привязана, но такими территориальными уступками не разрешаются экономические проблемы. Когда в Прибалтике был шантаж, что перекроют газ, электричество, там стали спокойно готовить себе печи, дрова и говорили, мы обойдемся без вашего газа, электричества и хотим быть независимыми. А здесь за какую-то скидку мы пошли на опасные для страны уступки. Если возникнет наихудший вариант, то те преимущества, которые мы получили и не получили в виде скидки на цену газа, окажутся пустяком. Вот это я зачитал часть заявления Мустафа Ага на тот момент. То есть, в принципе, для крымситарского народа и для наших лидеров было все ясно и ранее 2010 года. То есть, мы всегда понимали, что наличие вооруженных сил враждебного для крымситарского народа государства только поддерживает сепаратистские настроения, и мы понимаем, к чему это привело. Кроме этого, в плане правового аспекта, хотел бы сказать, что мы подходим к трагической дате 18 мая, день депортации генназида крымситарского народа. И 11 мая, вот несколько дней назад, началось, было первое заседание рабочей группы Конституционной комиссии, на которой объявлено, что будут внесены изменения в части раздела 10 Конституции Украины, который касается Крымской автономной республики. Да, что есть желание президента, и что это возможно, внесение изменений будет Крымситарская автономная республика. Так вот, если вернуться ретроспективно, я могу сказать, что на тот момент наличие Крымситарской автономии к тому времени, к моменту Харьковских соглашений, они бы просто не состоялись. Это бы служило дополнительным фильтром, чтобы не дать заключить антиукраинские, антинародные, антикрымситарские соглашения за спиной коренного народа, который имеет право на свою территорию и не позволил бы состояться таким соглашением предательским.